Наверное, есть у ребят вопросы какие-то? И есть у Хабиба что сказать самому, помимо вопросов? Я так аккуратно пришел, никому ничего не сказал, сел. Последний раз, когда приходил, мне не дали матчу смотреть. Из-за этого аккуратно пришел, наверх сел, сверху смотрел. По матчу, что сказать, равная игра была. Я думаю, пару моментов мы могли забить, но они тоже могли. Я думаю, ну так, 0-0, закономерный шок. А так слежу, смотрю. Главное, чтобы сейчас на стыковые не попасть. Чтобы уверенно могли остаться. Я-то давно слежу, уже больше 15-й. В первый раз я попал на матч, когда это был 99-й, по-моему. Он же играл со «Спартаком», когда еще, я думаю, и вы тоже были молодые. Ну, с тех пор я хожу на матчи. Иногда бывает, сейчас-то уже все знают, когда я на матч прохожу. А иногда бывает, что я так аккуратно пришел, ушел. Такие мамы тоже бывают. Потому что прихожу на матч, не дают матч смотреть. Сам в футбол ты играешь? Ну, играю, но последние два года так мало. Без контакта, что травм не было. Ну, бывают определенные дни в тренировочном процессе, я знаю, у дневноборцев тоже такие, да, игровые дни, да, футбольщики. Или там у вас бывает, там, рэгби. Нет, у нас и рэгби бывает, и футбол. Но мы больше только что отпускаем футбол, потому что отец больше склонен к футболу. Я много раз играл. Ну, что-то тяжело будет. С профессионалами играть. Иногда валить приходится. Были соперники, которые, я спросил, вот ты уже во время боя ощущал, что он физически сильнее и технически ничем не уступает. Я ничего не говорил там про это тонкая такая материя, когда ты ощущаешь, что духом ты сильнее. Духом, чтобы сильнее быть в единоборствах, там, видимо, требуется достаточно время, чтобы друг друга на прочность проверить. Если ты в главных боях дерешься, там бывает пресс-конференция, там за пару месяцев до боя, встречаешься лицом к лицу, и тогда бывает очень многое, понятно. А иногда бывает, вроде бы ты смотришь на него, думаешь, ну нормально, короче. А когда в бой выходит, ты его вроде бы ломаешь, ломаешь, но он никак не ломается, короче. Дрался с подхелли, когда на завершение мы так взвесились. Ну, одинаково, 70 у него, 70 у меня. По рукам пожали, я вот такой обнял его и так смотрю, слишком что-то он большой мне показался. И когда я с ним так обнялся, я так почувствовал, что он так завтра будет еще больше. И во время боя тоже он постоянно пьет. И даже когда дыхание бывает, когда ты с соперником сблизился, даже можно по дыханию понять, что он, как он, ну чувствуешь. Вот по нему было, видно было, что он не сдался. Ну, даже вчера вот смотрели, Ювентус, когда играл, просто так пропустили гол. Не обязательно был, там даже и не было такого. Они вышли просто расслаблено. От этого тоже много чего зависит. Конечно. А потом резко собрались и все, и больше шансов не было. И этот гол тоже они либо не пропустили, если собрано играли. Раз пропустил, гол пропустили. То же самое и у нас тоже. Расслабился, удар пропустил, все. Ты уже просыпаешься в раздевалке. Ну, вам что, удар пропустили, вам что? Обидно, да. А у нас удар пропустил, все, ты можешь еще даже. От тела памяти будет. Ты даже можешь этот момент никогда в жизни не вспомнить. Ты будешь знать, что ты проиграл, ты будешь смотреть на повторе, на видео. А потом, ну, в своем сознании у тебя этого момента не может быть. У нас тоже это командная игра, я так считаю. Потому что во время подготовки у тебя должны быть спарринг-партнеры, у тебя должны быть тренера, диетологи, массажисты. Много специалистов рядом, которые... Там же не просто ты вышел в клетку, там есть колоссальная работа команды 2-3 месяца до боя. Да не только 2-3 месяца, всю жизнь. Чтобы дойти до этого уровня, вот я должна быть команда, я считаю, что без людей, которые будут рядом, это невозможно. Там есть свой вклад, носят менеджер, свой вклад, носят тренер по восстановлению, по физическому состоянию. Много людей есть, которые рядом. Ну, например, просто я же не один и два. У меня есть люди, которые рядом. Я считаю, что это, на самом деле, командная игра. Я просто, за исключением того, что 15 минут, то, что эти 25 минут ты проводишь в клетке, и даже в это время у тебя есть угол, который люди тебе подсказывают. Абин, а по сколько часов дней тренируешься, когда вы готовысь к тренировке? Ну, 2 часа там или больше? Не, не. Четыре часа там, как? Ну, каждый день почти 5 часов. Пять часов? Да, 4-5 часов всегда. Бывает утренняя зарядка, там, час, может, полтора. Обедом тренировка, обеденная тренировка будет усилена. И вечером час-полтора. Четыре-пять часов, четыре-пять часов. А иногда бывает, что чуть больше тоже. Шесть часов тоже бывает. Ну, у меня такой распорядок будет. Бывает, но у каждого спортсмена свой подход. Я бы сказал, что есть даже кто и больше тренируется. Например, бойцы бывают, когда бы ты в зал не прошел, он постоянно в зале. И до тебя ты его находишь в зале, и после тебя он там бывает в зале. И вроде бы и результата нет. Спрашивают, почему? У нас даже есть пара бойцов, которые до сих пор их подкалываем. Уже лет 10 они больше всех тренируются и на месте стоят. Им говоришь, что тебе что-то надо менять. Понятно, ты там вместе стоишь. Какая причина? Я думаю, причина в том, что он вроде бы физически вникает, мысленно не вникает, мысленно не развивается, я так считаю. Психология, психология, она очень важна. Я даже сказал, она на первом месте. На психологии можно построить. Скажи, как в предыдущих вот таких боях ты как готовишься к психологии? Есть же волнение, ты живой человек. Нет, волнение может быть в том, что не хочется проиграть. Знаешь, как все, что ты делал, не хочется, чтобы она напрасно была. Сейчас больше это волнует. А основное, то, что ты можешь выйти на бой, то, что тебе ударят или что-то сломают, такого волнения практически не присутствует. В основном, я считаю, что психология – это фундамент, без нее вообще никак невозможно. Если ты построишь свои навыки на слабой психологии, она будет строиться, строиться, и потом в один момент она разрушится. А я хотел поговорить о усилиях, которых ты привел в пример. Волевых усилиях связаны физически. Это от тела тоже зависит. Насколько ты психологически дашь расслабиться телу. В таком моменте тоже присутствует, что ты можешь, ну вот, тот же самый круг, даже от психологии зависит, это ты сам ее себе создаешь. Тебе же ее никто не ставил, эти рамки. Я считаю, что для человеческого организма, ну, очень много есть вещей, которые еще не достигнуты. Многие думают, что, там, сравнивая людей, что вот это предел, что я считаю, что нет предела развития. Там наш парень готовится, у него 25-го бой, ну, вроде бы в хорошей форме, там, нормально делает, там, спарринги, там. И, ну, со своими он делает, а там другой парень был, которого он не знает. Я его привел, говорит, давай с ним, говорит, сделай спарринг. С ним чуть-чуть зажато, да, и устал он чуть-чуть. Они сняли шитки, он говорит, ну, ногами не бьем. Он один раз показал тут, он говорит, у меня, там, через две недели бой, ты, там, шитки снял, ногами не бей. И сидишь, отдельно. Ну, говорит, хорошо, хорошо. Они во втором раунде, он заново ногу поднял, и, ну, чуть сечку не сделал. А потом уже пошла у них заруба. Ну, вот, когда заруба пошла, ну, я тоже пустил, ну, пускай учатся дальше. У меня сколько зарубило. Без этих заруб не получается. Ну, они зарубились, зарубились, он устал, я говорю, после боя, ну, после спарринга, я говорю, устал-то. Он говорит, да, я не знаю, почему я устал, я же, говорит, столько готовлюсь. Я говорю, ты разозлился? Он говорит, да, я конкретно разозлился. Я говорю, за то, что ты разозлился, сильно хотел ударить, зажался, ты устал. Тебе надо было просто расслабиться. Ну, то же самое, что я в футболе, ты выходишь там против какого-то соперника, раз ты так зажался, и не можешь раскрыться. Тебе надо просто расслабиться. Пускай, пускай идет, как идет, ну, один раз не получилось, второй раз не получилось. Ну, пускай 10 раз не получил, но это не получится, чтобы ты напрягся. Ты должен расслабиться. Первый тайм в нашем исполнении вчера, яркий пример того, что ты сказал. Желание победить должно быть мотором, но не тормозом. Когда оно начинает тормозить, значит, нужно немножко расслабиться, как ты говоришь. Это мы называем раскрепоститься. Мы пробежали больше, ну, мы и агрессивнее выглядели, раскрепостились. В первом тайме результат давлел над нами, поэтому локомотив имел преимущество. Это вот очень важная тема, которую ты затронул. В 2012 году я первый в Америку поехал. На тот момент у меня тренировочных спаррингов, таких тяжелых практически не было. Отец мне не давал спарринги, потому что он говорил, ну, с раннего возраста по голове бить это плохо, потому что она забирает твое здоровье. Ну, на тот момент я не понимал, но отец ввел меня. А вот когда уже перешел туда, я понял, что нужны жесткие спарринги, чтобы конкурировать с миром. Вот когда я начал там спарринги делать, у меня вот этот проблем был. Ну, я не мог понять, почему я устаю, например. И вот Хавер начал мне объяснять, что нужен релакс. Ну, вначале, когда он мне говорил, релакс, релакс, он думал, что я понимаю, но я не понимал, когда это просто слово звучало так хорошо, релакс, я думал, что сеньгой. А потом, почти год был, 3-4 сгода у меня такой. А потом я понял, что такое релакс, я ему говорю, оказывается, ты не говорю, расслабься. Он смеется, а ты меня не понимаешь, я говорю, нет. А что тебе, окей, окей, говорит. А я говорю, ну, что тебе сказать, окей, окей, дальше работать. И вот он мне объяснял, и до сих пор объясняет, да, что, на самом деле, ну, если даже он тебе попадает, это не повод того, чтобы ты на пляж, а что тебе попадать нельзя, и давить, не хочется проиграть, знаешь, что, на том, где смотрят, сколько времени провел, там, удалее от дома готовился. Ну, так скажем, по футболу облажаться не хочется. Ты понимаешь, что если ты будешь напрягаться, то у тебя 100% ты все провалишь. Максимально стараюсь уславить. Иногда даже бывает, что они говорят, да, это я вообще настроен, что-то, я говорю, да, нарус. Вообще меня, ну, всегда мотивировало, когда говорили, что соперник сильный или там, еще что-то. Ну, когда критикуют, нарус, да. Когда постоянно хвалят, они как-то тебя делают, да, расслабляют. Ну, как боится, ни разу, наверное, пересекались с Мадрегором. Вот на него смотришь, так, по телевизору, там, он так резко себя ведет на, ну, на камеру. Вот, как психолог, он хороший, я так шикаю. Он умеет, он не знает, с кем. Поэтому он тоже, я-то с ним, он там разделал, когда скрестнулся. Я знал, что я сейчас буду возле него проходить, но если он до меня передокопался бы, мне было бы обидно, я из-за этого прямо на него пошел. Но я уверен, что, если я ему ничего не сказал, я бы точно ничего не сказал. В плане того, что ведет он себя на камеру. Я думаю, что, ну, сейчас есть такая маленькая доля, что он не на камеру играет, потому что он не на камеру тоже рядом. Ну, я думаю, что в основном, ну, по жизни, наверное, такое, потому что, ну, уже спалил это, поскольку на камеру так годами играть тоже тяжело. Ну, в плане, в плане духа, наверное, я вот, честно сказать, я его притик не чувствую. Я его, я смотрел, были бойцы, с которыми, когда сталкиваешься, понимаешь, что, ну, ну, духом он тебе не сдаст. Такие моменты тоже бывают. Ты понимаешь, что вот с ним надо только кигаться. Когда боец, технично так, руки-ноги кидает, бьет, борется. Как только зажимающему пространство, такая была, забота, как это, болезнь называется. Классно, да? Да, когда, я не знаю, когда у вас в МРТ загоняли вас, да? Когда вам дают мешочек, если у вас будет, то, например, при всем рассветовании. Но до сих пор ей все это было интересно, потому что за нами цифры. Но, наверное, цены, когда он был, если таких посмотров, ей такого интереса, как и мне, и ему. Так что, ну, в будущем, из-за того, что на нас будут люди смотреть, это будет много торгового зала. Ну, точно не в этом году. Я главное хочу, чтобы на титул завоевать. У меня такого нету, что я хочу скором от вас. Ну, есть скором от вас. Если у него поезд будет, конечно, было бы хорошо, было бы мне его и поезда глава нам взял. Ну что, Хабиб, я бы очень хотел поблагодарить тебя за эту встречу. Она, я думаю, для нас была очень полезна и приятна. Я пожелаю тебе здоровья, поздоровления, быстрейшего и возвращения. Спасибо, что вы делаете. Когда я еще за Анжи болел, я думаю, что из вас не один человек еще думал о Анжи. 99-2000. Так что, я и до вас болел, Анжи. И буду. И после вас тоже болел, потому что... Первый раз, когда я попал на Анжи, у меня такие серьезные эмоции были. У меня тогда билета не было, денег тоже не было, билет купил. Я там за два часа пришел, столько стоял, все ходы обошел. Кто бы меня запустил. Потом нашел пацана, который тренируется вместе с самой. Ну, я тренировался в младшей группе, он среди сборников МВД. Я тоже решил в СМСКИ запустить меня. Он говорит, там места нету. Я говорю, я найду себе место. Я так зашел, я очень радостно был тогда, что на матч попал. Я впервые в жизни вовремя был 16 тысяч, полный зал. Там стадион, я вообще все покупаю. С тех пор болею, знал. Спасибо. 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 Спасибо.